Всем привет! Сегодня мы поговорим о кожных проблемах, которые представляют собой значительный косметический недостаток, являются признаком вирусной инфекции и признаком того, что в организме не все в порядке. Речь пойдет о таких новообразованиях, как папилломы, бородавки и контагиозный моллюск. Я постараюсь кратко рассказать о каждом типе новообразования, о причинах их появления и о методах их устранения. Бородавки и папилломы на коже относятся к доброкачественным новообразованиям. Их основной причиной появления является заражение вирусом папилломы человека. Обычно вирус папилломы не вызывает каких-либо симптомов и может долгое время существовать в организме в скрытой форме. Но ослабление иммунитета приводит к активизации вирусу папилломы. Папилломы низкого онкогенного риска чаще располагаются в области подмышечных впадин, груди, спины и шеи. Бородавки чаще появляются на подошвах, на пальцах рук, на локтях и коже лица. Как я уже сказала, вирус папилломы человека может существовать в организме в скрытой форме. А для того, чтобы перейти в активную стадию, необходимы предрасполагающие факторы. Это снижение иммунитета, которая может произойти на фоне хронического и острого стресса, а также паразитоза, гормональные нарушения, в том числе и при беременности, длительные физические и умственные нагрузки, дефицитный рацион питания, а также болезни желудочно-кишечного тракта и печени. К основным способам удаления папиллом и бородавок в медучреждениях относятся криодеструкция жидким азотом, лазерное удаление новообразований, электрокоагуляция и радиоволновая хирургия. И еще один способ удаления папиллом и бородавок это лекарственные препараты. И о них мы и поговорим более подробно. Наверняка вы слышали, что избавляться от папиллом и бородавок в домашних условиях небезопасно. Это может спровоцировать распространение вируса на близлежащие ткани и привести к ожогу кожи. Но зная человеческую натуру и нежелание обращаться к специалистам, я все же рискнула подобрать для вас наиболее безопасные и эффективные методы для устранения этих неприятностей в домашних условиях. Итак, для удаления папиллом и бородавок существуют специальные аптечные средства, которые способны за несколько дней удалить эти новообразования. Но при их использовании необходимо точность и осторожность, чтобы не обжечь здоровые участки кожи. А есть мази широкого спектра действия и к ним относится, например, цинковая мазь. Она размягчает и подсушивает бородавки и способствует лучшему отшелушиванию ороговевшей ткани. Есть салициловая мазь, которая оказывает противовоспалительный эффект и является хорошим антисептиком. Ее также рекомендуется наносить для устранения бородавок. А еще лучше, если вы приобретете цинково-салициловую мазь, которая обладает и смягчающими, и отшелушивающими свойствами. Наносим эти мази на бородавки один-два раза в день. Сверху можно прикрыть пластырем. При регулярном применении бородавки постепенно сходят на нет. Эти же мази можно наносить и на папилломы также один-два раза в день. Еще одна очень эффективная мазь, которая борется с внешними проявлениями вируса папилломы человека, это оксалиновая 3% мазь. Наносится на бородавки или папилломы, воздействует на вирус и уничтожает его внутри пораженной ткани. Еще одно средство, которое эффективно работает при папилломах, это йод. Обладая противомикробными и подсушивающими свойствами, он способствует быстрому иссушению небольших папиллом. Но наносить его стоит очень аккуратно, чтобы попадание на здоровые ткани было минимальным. Точно так же аккуратно мы можем использовать и эфирные масла. Некоторые эфирные масла относятся к горячим. Это масло гвоздики и орегано. Они отлично работают при папилломах и бородавках, но наносить их нужно аккуратно и точечно, исключая попадание на здоровую ткань. И еще одно масло, это масло чайного дерева. Все эти масла мы можем наносить на папилломы и бородавки 1-2 раза в неделю на протяжении 3 недель, затем делаем перерыв 5-7 дней и можно повторить курс, если папилломы или бородавка больше среднего размера. Еще пара нестандартных методов, очень смелых, но тем не менее рабочих. Это обвязывание средних или мелких папиллом на длинной тонкой ножке, ниткой или собственным волосом. Суть методов прекращения питания папилломы. Я лично использовала этот метод для устранения одиночной папилломы. Перевязывала ее собственным волосом и через 3 дня папиллома отвалилась бесследно, но для верности я ее смазывала еще сверху лаком, для того, чтобы совсем лишить ее и питания и дыхания. Прозрачный или цветной лак можно наносить и на бородавки 2-3 раза в день, создавая воздухонепроницаемую пленку. В этом случае папилломы и бородавки ссыхаются и отваливаются. Это чуть дольше, чем удаление чистотелом, но зато безопасно и безболезненно. И еще один последний способ для тех, кто однажды столкнулся с такой неприятностью, как контагиозный моллюск. Это тоже вирусная инфекция и проявляется она на коже в виде мягкого пузырька с творожистым содержимым на уровне эпидермиса и с небольшим углублением посерединке. Очень легко передается через телесный контакт, а также возникает после посещения бассейна. Этим часто страдают дети со сниженным иммунитетом. Способы устранения контагиозного моллюска в условиях медицинского кабинета точно такие же, как и для устранения папиллом и бородавок. Это очень болезненно для маленьких людей. Самый простой и безопасный метод это фукорцин, лекарственное средство с антисептическим и противогрибковым свойствами. Наносить фукорцин следует два раза в день и буквально за неделю пузырьки контагиозного моллюска иссушатся и отвалятся корочкой бесследно. Напишите пожалуйста в комментариях, был ли у вас опыт избавления от вышеперечисленных неприятностей и как вы с этим справлялись, а я подведу итог и дополню рекомендации. Все что я сказала выше касается только устранения внешних проявлений. Правильнее будет если подход будет целостным. Вирусные инфекции проявляют себя на коже при снижении защитных сил организма, то есть при снижении иммунитета. Для укрепления иммунитета нам необходимы качественный сон, устранение стрессов, качественный рацион питания, в который будут включены морепродукты, овощи, зелень, фрукты с низким содержанием фруктозы, ягоды, растительные масла, орехи и семечки. Также важно устранить дефициты витаминов А, Е, С и витамина Д, которые обладают ярко выраженным противовирусным и противогрибковым действием. Негативно отражаются и снижают наш иммунитет избыток соли, сахара, кофе, алкоголь, консервированные продукты, колбасные изделия, фастфуд и продукты с высоким содержанием пищевых добавок с Е-кодами. Избегайте стрессов, правильно питайтесь, относитесь к себе с любовью. И если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.